Погуляешь, да? А я пока накрою на стол, уже почти чайник закипел. Сейчас будем чай с тортиком пить, да? Да. Ну, я тогда пораньше приду. Ну, ты дождись, пока он закончит-то. Кто у тебя в гостях сегодня? Степа. Степа, кто Степа такой? Кто Степа такой? Степа, ты кто такой? Ты же собака должен быть уже. Мама снимает? Да. А что, бардак снимает? Да. Так что я снимать? Это каждый день. Это рабочие будни. Да. Давай, иди гуляй с собакой. А мы погодим. Сейчас. Сейчас я закончу тут, что на кухне. Да? Да? Что бардак наделал, пока мы были на линейке? Маркуля? Рита и Маркуля. Да, вы наделали бардак? Они такие. Вот это куда ложить? Нет? Вот это куда ложить? Куда это ложить? И? Пойна. Будем пить чай. Папа ушел работать. Скорее. Мы пришли уже, считай, ближе к 12-12. Дедушка привез тортик. Блины будем сейчас есть. Мед, еще сметаны сейчас взяли. Заходили и купили обложки для учебников. Вообще, обложек для учебников, как колбасы. Вчера делала сама творог, где-то 3 литра молока у меня был. Я его сделала в простопашу, потом нагрела и через сито с марли, получается, отжала его. Слила, слила сыворотку и сыворотки. И вчера делала. Не я, а Данил, получается, горюк. Виля, дедушка приехал. Виля, дедушка, чуть не сбил с ног. Так соскучился. И он получился такой желтенький, вкусный. Не первый раз уже делаю. Сейчас со сметаной и сахаром сделаю им творожочек. Классный получается творог. Единственное, что заморочится немножко новую продукцию, зато качественно. Но он получается, правда, все равно не такой стукой, как в магазине или домашний покупатель. Вот с обратно, да? Получается какой-то вот так. Он может помягче. Все, будем делать, да, творог? И причесывать. Ап, тебя не причесывал? Нет? Последний очень последний. Чего делаете такое? Степан, яик. А? А я плету браслет новый. Да, покажи. Который я научил. А мне? Степка научил. А Степка атакует этих. А, по мишеням бьет? Да. Только почему-то и зрительного песта. Степан, может, из моего будешь бить? Я там три этих. Это милый. А ты он покажешь, он тебя труднее спрятаешь. Нет, больше. Он сбивает. Он может чудовища любить. Твои? Да. Ты компьютер твой? Да. Ты играешься, да? Да. С компьютером? Ну, я работаю. Это мини-компьютер. Это мини-компьютер. Ну, я работаю. Ты работаешь? Да, я запишу... Это... Я запишу резинки. Это мини-компьютер. И бабочку. И бабочку. И... Никитик. Нет, я... Это тебе дедушка хвостик сделал? Ты это, смотри, что... Да? Дедушка тебе хвостик сделал? И еще... Вот такой, да. Ну, я записаю еще... Ага. Это тоже в конце. Ну, давай. А ты не очень быстрее. Пока ребята играют, я занимаюсь обедом, хотя время уже, наверное, полвторого. Марк спит. У меня сейчас как раз есть время. Мы перекусили там. Творог поедем. Пусть я вам показываю. Сейчас буду готовить уже отец, который, скорее всего, будет ужином. Буду запекать картошку с кабачком, с луком, с фаршем в мультиварке. И еще супчик свой. Вот у меня, наверное, половина пойдет на суп. Половина, может быть, в картошку потру. Посмотрим. Как будет. Сейчас хочу слоями прям выложить. Фарш еще не растаял. Еще надо подпорезать его, чтобы быстрее растаяли. Ну, сейчас покажу, в общем, как делать. Сейчас я кое-что еще хотела показать. Посмотрите, какие огромные шоу у меня лежат на подоконнике. Это просто... О! Просто мега помидористисти. Дедушкина гордость помогает. Смотрите, прям вообще. Бить можно таким помидором тяжелым. Ну, это такие средние еще величины. Сорт, кстати, называется Чудо земли. И дедушка говорит, им семена соседи дали. Они от соседей выращивают. И 750 или 800 грамм был самый большой у нас помидор. У соседей, по-моему, было полтора килограмма. Ну, там, видимо, как повезет. Вот такие вот огромные шоу. В общем, сделала я уже свою запеканку. Часть, которая идет сверху и снизу. Это картофель, кабачок, лук, морковь, соль, перец, чеснок и растительное масло. Я это все перемешала и выложила уже одним слоем в мультиварку. А вторым слоем положила фарш с луком, с солью, с перцем. Вот внизу получилась у меня картошка с кабачками. Потом фарш. Сейчас чуть-чуть помидорок. И потом опять картошку с кабачками. И все, закрою. У меня без воды, без всего, будет все это тушиться. Под самую завязку у меня получилось. Буквально до предела. Ну, до отметки на чашу мультиварки. После которой уже не стоит закладывать. И все, сейчас закрою. Поставлю на режим выпечка. Посмотрим, что получится. Пока у меня там тушится, запекается моя картошка. Ну, скорее тушится просто слоями. Я еще решила сделать супчик с клетками. Давно уже не делали. Обычно делаю клетки яйцо, мука, вода, соль. Или кефир, там яйцо, мука. Ну, что-то типа того. В этот раз решила сделать здесь прецепт своего любимого сайта. Готовим до моей. И тут, в общем, нужно... Ну, там на рецепт на одно яйцо я взяла 3. 3 желтка со сливочным маслом. Столова ложка масла на желток. Но у меня немножко по-другому получается. Потому что у меня не все есть. Что в рецепте у меня нет молока. Вместе молока я буду добавлять сметану. Поэтому масло поменьше. Потому что сметана и так тоже как бы жирна. Вот. А вообще масло на желток. Столовой ложкой масла на желток. Потом молока, сколько-то там, я уж не помню. И муки. Ну, до консистенции такой. Густой сметану нужно будет доводить. Именно как на оладушки. Чего-то погуще, да. Но и не забивать тесто, чтобы такое было. Мягкое очень. И, в общем, что сейчас масло, когда ставим в какую-то температуру, надо будет это все взбить. Белки отдельно в холодильнике. Потом белки тоже взбить. Все это простираем на желтки с маслом. Уже добавляется молоко, мука. И только после этого взбитые белки. Картошку уже начистила. Мальчишки там обсуждают Дед Мороза. Кто что хочет, Дед Мороз, чтобы он подарил. Обсуждают, есть ли он или нет на самом деле. Кто подложил подарки под елку. Ну, наверное, в общем, у них уже там во все сомнения. Здесь у меня варится, ой, два куриных таких бедра знатных. Бульон варится. Надо, кстати, добавить лаврушку и перец с горошком. Сейчас душистый добавлю. И уже готова заправка. Здесь лук-морковка, чеснок и укроп, лучок и петрушка. Кстати, спасибо большое моим родителям за то, что у нас есть зелень и овощи. Это так чудесно. И фрукты, это обалденно, вкусно. И благодарность просто нет предела. Вот такой получился супчик. Приходила подружка Оля ко мне сейчас. Мы поболтали, Степа она забрала. И поэтому весь процесс я вам не сделала. Так быстро-быстро все заготавливала, чтобы скорее с ней чайку попить. И что я хотела сказать по поводу клеток. В общем, я желток с маслом растерла. Добавила туда немножко сметаны, чуть-чуть воды, муки. И потом еще взбитый белок. Но получилось много теста у меня осталось. Я сейчас из остатков сделаю пиццу на сковороде. И вот такие прикольные клетки получились. Довольно большие. Вышли, я чайную ложку просто накидала. И там зелень, зажарку все это кинула. И вкусняшка такая получилась. Нарезала еще огурчик с помидорчиками. Сейчас просто со сметаной сделаю. Просто так крупно. Но мы так любим, в принципе, кушать крупно. Просто со сметаной, солью и с чесноком. Вот так получилась картошка. Никакой воды я не добавляла. Она томилась в собственном соку, что там выделялся с помидорами или с фаршем, да, из кабачка. Получилась она такая томленая, такая мягенькая-мягенькая, еще горячая. Внутри вот фарш. И все это прям вкусно и как бы полезно, потому что тушеное. Такое простое и хорошее, и быстрое в приготовлении блюдо. И для детей полезное, и взрослым полезное, и вкусное. В общем, обалдеть. Ну и вот из остатков теста сделала быструю такую пиццу. Насковорить чуть-чуть колбаски, помидоры, сыр. Ну и в общем-то все, больше ничего здесь нет. Такой получится перекусом, может быть, на завтрак завтра. Ну и все, буду с вами прощаться. Будем мы сейчас ужинать уже. Подружка моя ушла, я уже сказала, да. И будем готовиться к завтрашним урокам. Такое первое сентября всегда вдохновляющее. Такой ненапряженный день. А с завтрашнего дня уже начинаются такие трудовые учебные будни. И работать должны и дети, и родители при этом. Поэтому будем сегодня вечером готовиться. Все уже и обложки даже практически на все одела уже. Осталось только сложить рюкзак. Там посмотреть вторую обувь где. Найти ее. В общем, всякие такие хлопоты. Так что всем пока, до завтра. Ну или там до следующего влога.